Доброе утро! Хочу пожелать всем доброго утра, хорошего дня, прекрасного настроения. У меня вообще настроение сегодня с утра замечательное. Я встала сегодня пораньше и обработала уже все свои страницы в соцсетях. Ну как обработала, добавила картинку с добрым утром, пригласила друзей. Ну и в течение дня еще буду работать. Еще планирую обязательно обработать все странички, все аккаунты в Инстаграм. На самом деле хочу всех поздравить с наступившим Новым Годом. Это моя первая планерка в этом году. Хочу вам всем пожелать с бычьей мечт, как любят говорить Лили с Мишей нашим. Спасибо всем за то, что вы пришли сегодня поддержать меня. Если честно, я волнуюсь как в первый раз, потому что были рождественские новогодние каникулы. Спасибо, Наташа. Я вообще люблю с тобой общаться. Когда мы встретились, мне, конечно, безумно понравилось ваше общество, веселое. Вы вообще такие крутые девчонки. Вообще нам было весело на встрече. Почаще нужно собираться, конечно, и вообще общаться вживую. Это вообще очень здорово, очень заряжает. Вернусь к своим поздравлениям и пожеланиям новогодним. Хочу вам всем пожелать огромного роста, чтобы все цели, которые вы поставили на этот год, чтобы они все были достигнуты. Потому что на самом деле, когда цели достигаешь, доставишь их и достигаешь, это вообще безумно заряжает энергией. Вы просто парите где-то, у вас вырастают крылья за спиной. И это здорово. Сегодня, как я уже сказала, очень сильно волнуюсь, потому что это первая планерка после новогодних каникул. И я, если честно, хотела сегодня провести такую маленькую планерочку, чтобы не грузить никого своими мотивашками. И надеялась на то, что сегодня будет много новичков. И так как еще новички не все меня знают, я хотела познакомиться со всеми и рассказать, почему я пришла именно сюда, в Арифлейм. Почему именно Арифлейм я выбрала? Ну, вот не знаю, стоит. Сейчас мне об этом говорить не стоит. Хотя, вот смотрю, народ начинает подходить. Нет, Кать, я не записываю. Рассказывает, да? Ну да, давайте так пообщаемся. У нас такая будет сейчас с вами такая теплая встреча. Такой небольшой дружеской компании. Поставишь на запись. Ну, ты тогда, Кать, напиши мне, что ты поставила на запись. Ну, пока вот мы ждем, когда Катюша у нас поставит на запись. Те, кто подошел, еще раз хочу вас поздравить с наступившим Новым Годом. Чтобы у вас были все мечты в этом году. Чтобы вы достигли всех поставленных целей. Вот, ну и пока у нас мы ждем запись, да, когда нам Катя поставит, делитесь планами, чем вы вообще сегодня планируете заниматься. Просто у нас же планерка, да, и если не планировать свой день, то он превращается в какую-то беспорядочную имитацию бурной деятельности. Ну, лично у меня так происходит, не знаю, как у вас, но у меня вот лично так. Если я не запланировала свой день, чем я буду заниматься, то я чем-то вроде бы занималась целый день, а вот чем к вечеру вспомнить уже не могу. Потому что с моими детишками не всегда удается, как говорится, планировать так, как хотелось бы. Все, запись есть, поехали, да. Ну, давайте сначала познакомимся, да, те, кто меня не знают, кто я такая. Значит, меня зовут Наталья Варгина, я живу в городе Саратове. Мне уже 38 лет, в этом году уже исполнилось. И у меня четверо детей. Вот мои детишки. У меня одинаковые фотографии получаются у нас, и на заставке и здесь. Вот. Я безумно обожаю своих детей. Еще 38. Ну да. Еще все впереди, да, я согласна. Жизнь только начинается. Безумно люблю своих детей. Вообще, наверное, это главное в моей жизни, да, и ради них я вот… Все, что я делаю, я делаю ради них и для них. Я, конечно, не ожидала, что я стану настолько богатой мамой, да, что у меня их будет четверо, но вот судьба распорядилась так, что вот так вот получилось, да. И я этому, конечно, безумно рада, я счастлива. Потому что дети для меня – это все. И, наверное, для каждого из вас, да, кто присутствует сейчас здесь, ну и вообще для всех дети – это главное в жизни. И да, вот отвлекусь сейчас, да, то, что внуков будет больше. У нас вот тоже, у меня, я тоже из большой семьи, нас пятеро в семье. И, конечно, у меня очень богатые родители, богатые внуками, да, у нас очень много внуков. Вот. Сейчас так сразу стою и в голове считаю, правильно, неправильно. Сколько нас всего. Вот. На самом деле у нас 13 внуков, и я думаю, что это не предел. Уже есть и правнуки, уже у моего папы трое правнуков, и все еще впереди. Сейчас начнут внуки жениться и выходить замуж, остальные, которые еще не замужем, не женаты, и у них еще будут дети. Представляете, какая у нас огромная семья. Мы когда собираемся с семьей всей, то просто не помещаемся уже в родительском доме. Там приходится ставить какие-то дополнительные столы, мы сидим там друг на друге. Но зато это очень здорово, весело, такая вот просто огромная такая команда уже у нас, огромная семья. И поэтому, ребят, вот когда живешь в этой жизни, да, есть какие-то цели обязательно, да, в жизни. И самое главное, вот дети, да, дети, и очень хочется дать детям много, да, многое. Вот хочется дать хорошее образование, хочется, чтобы они ни в чем не нуждались. Очень хочется показать им весь мир, да, и всегда, когда у нас появляются дети, то большинство родителей пытаются реализовать то, что у них не получилось в жизни, и пытаются вложить это в детей, да. Например, там, мечтали заниматься спортом, да, у вас там по каким-то причинам не получилось. Очень хочется, чтобы дети начали заниматься спортом, да, мы начинаем их там приобщать, приучать, ну, то есть какие-то возможности. Я, ну, я не исключение, и мне очень хочется, чтобы мои дети ничего-то добились в этой жизни, чтобы они не просто так там, как говорится, прожили эту жизнь в каком-то сером цвете, да, а хочется, чтобы у них была яркая, насыщенная жизнь. И очень хочется им дать то, чего, допустим, например, у меня не было. И поэтому для того, чтобы у них все было, да, и им жилось интереснее, да, очень нужно делать что-то, что, например, не делали до этого раньше, да, мы. Вот, поэтому, вот поэтому я и начала искать возможности, и, конечно же, когда я узнала о сетевом маркетинге, когда я уже поняла вообще суть этого бизнеса, ну, я не знаю, конечно, для кого как, но для меня вообще первое впечатление сетевого маркетинга было – это финансовая пирамида. Скажу даже почему, потому что я, как говорится, ребенок 90-х, да, и в то время очень много было этих финансовых пирамид, и поэтому, как бы, вот такая вот проекция на сетевой маркетинг произошла, да, вот этот вот стереотип вот эти сыграли, и, конечно же, мне сразу первое впечатление было, что это финансовая пирамида. Вот я не знаю, есть кто-то в комнате, у кого тоже было такое же впечатление? Поставьте плюсики. Ну, просто вот мозг, если честно, отказывается сначала понимать вообще, что это совсем не то, о чем мы думаем на первый взгляд, да, потому что, ребят, когда я начала разбираться, я поняла, что вот все финансовые пирамиды, финансовые пирамиды как? Там все сливки, да, все деньги получают те, кто раньше пришел, те, кто вообще организовал эту пирамиду, а остальные остаются, как говорится, ни с чем у разбитого корыта, причем теряют свои собственные деньги, сбережения, да. Здесь же в сетевом маркетинге вы можете прийти когда угодно, да, вот сейчас 50 лет компании, но это еще не значит, что уже все там, все в Эрифлейме, да, что все уже там, уже надо было раньше туда приходить, да, надо было родиться, я не знаю, в каких годах, чтобы прийти в 90-х, когда начиналось все это. Да, что вот, что практически все уже здесь. Ну да, 20 лет назад, когда пришел Эрифлейм, вот тогда бы надо было начинать, да, вот, а сейчас вот уже поздно. Когда я начала разбираться, я поняла, что это совсем не так. То есть вы можете прийти сегодня и преуспеть в несколько раз больше, в несколько раз быстрее, чем те, кто пришли 20 лет назад. Вот. И понимаете как, ну, и от чего это зависит? От чего это зависит лично от вас, только от вас. То есть если вы примете решение и будете двигаться в том направлении, в котором вы задумали, да, вы будете поставить себе цели, да, и пойдете к ним, то неважно, сколько лет компании, неважно, неважно вообще, сколько человек в этой компании, да, сколько партнеров в этой компании, неважно. Потому что людей на самом деле в мире намного больше, чем партнеров в компании. И возможности ищет очень многое количество людей. Просто их вам нужно найти. Если вы будете делать это активно, то вы можете достичь результатов больших, чем ваш, допустим, спонсор, который вас пригласил, да, или там какие-то лидеры вышестоящие. Вы можете достичь больших результатов и достичь их быстрее. То есть все зависит от вас. Не зависит это от компании, не зависит это от того, допустим, в какое время вы пришли. Все зависит только от вас. Ребята, со мной согласны? Поставьте пятерочки, кто со мной согласен. Кто не согласен, ставьте минусы. Но я, в принципе, даже не сомневалась, что со мной согласятся все, потому что это именно так. Почему я выбрала именно Арифлейм? Ребята, скажу вам честно, компания Арифлейм – это не первая моя компания, но я точно знаю, что сетевой маркетинг – это за ним будущее. Просто вот в России у нас пока еще все мыслят… Ну, у нас воспитание такое, нас воспитали так, что нужно работать, что нужно сначала хорошо учиться, потом, чтобы получить хорошую работу, хорошее место, нужно очень хорошо учиться. И только тогда вы найдете хорошую работу, будете работать там и зарабатывать. Но это не факт, ребят, нас просто так воспитывали. И вот мы, нас так запрограммировали, и мы вот так идем. Я сейчас, если честно, завидую молодежи, потому что их сейчас воспитывают по-другому. Они сами себя воспитывают уже, потому что они уже такие информационно подкованные, они уже черпают информацию сами, откуда они хотят. То есть у них нет такого узкого коридора, как был у нас, например, в наше время. И поэтому, конечно, молодежь сейчас, она вообще очень центростремительно развивается. Ну, я не только говорю, что молодежь. Сейчас те, кто желает, тот тоже может отойти от тех понятий, которые нам навязывали все время, и тоже начать развиваться. То есть развитие может начаться в любом возрасте. Самое главное, как вы к этому относитесь. То есть есть лидеры и в 70 лет становятся успешными людьми. Поэтому почему Арифлейм я выбрала? Еще раз повторюсь, что это не первая моя компания. Были причины, что я приходила, уходила в компанию. Но я искала, искала то, что мне подходит. И как оказалось, вообще, если честно, раньше Арифлейм не рассматривала. Не рассматривала именно по тем причинам, что мне казалось, что в Арифлейме уже все, что эта компания уже очень давно на рынке, что возможно, как всегда… Сейчас, ребят, минуточку. Я здесь, меня слышно? Поставьте плюсики. Так, отлично. Продолжаем. Мне казалось, что в Арифлейме уже все, и что уже, наверное, и косметика не такая качественная, как обычно, вроде бы, когда начинает компания свою деятельность, то они стараются делать качественную продукцию. А потом уже через какое-то время, когда уже рынок завоеван, когда уже есть много клиентов, то уже косметику и вообще продукцию начинают делать качеством похуже. И вот у меня точно было такое же мнение, и я даже не пыталась разобраться. Вот было у меня такое мнение, причем оно было навязано, если честно, со стороны. И я даже не рассматривала Арифлейм как своего бизнес-партнера. Но пришло время, наверное, должно было оно прийти, оно пришло, да, и все-таки я решила, потому что я работала в интернете до Арифлейм, я занималась совместными покупками, потому что у меня маленькие детки, я в рекрете находилась, и нужно было чем-то заниматься. Просто так сидеть я как бы не привыкла. И я видела, что очень много людей занимаются именно бизнесом именно с Арифлейм. Я тогда начала задаваться вопросом, что почему так много, значит, все-таки, наверное, то, о чем я думаю, да, все мое мнение, может быть, стоит его как-то пересмотреть и стоит разобраться, да. И все-таки я приняла решение, да, спасибо моему наставнику, моему спонсору, который меня как бы убедил, да, в том, что нужно попробовать, я здесь ничего не теряю. Я все-таки решила разобраться. Ребят, и я поняла, что все, о чем я думала, когда я начала разбираться, да, когда я уже влилась в команду, влилась в компанию, да, когда я начала разбираться, когда я начала пробовать продукцию, я поняла, что я вообще жестоко ошибалась, что я была вообще не права. Во-первых, качество продукции, мне кажется, что оно становится только лучше с каждым годом. Потому что, когда я начала пробовать продукт, я, конечно, сейчас вообще без ума от продукции, потому что результаты я вижу на себе, я вижу, что я меняюсь, я вижу, что я становлюсь другой. Про велнос – это вообще, конечно, отдельная тема, я могу говорить о нем бесконечно, потому что я получила супершикарные результаты по здоровью, вот, не только я, но и мои детки, вот, и я, конечно, просто влюбилась в эту компанию. Знаете, когда я раньше смотрела, например, какие-то ролики, да, про Арифлэм, когда говорили, что влюблены в эту компанию, в эту продукцию, то, если честно, то я думала, что люди немножечко как-то лукавят, да, но теперь, когда я все сама это попробовала, да, на себе ощутила, то я поняла, что это действительно так, что эта косметика не просто нравится, а в нее просто влюбляешься. То есть надо отдать должное компании за то, что вот они вот делают именно такое качество. и я считаю, что наша компания по праву может называться компанией номер один. Вот, поэтому, ребят, почему я, вот, почему именно я здесь, потому что вот именно Арифлэйм, ну, и вообще Швеция, да, ничего не хочу говорить плохого о других компаниях, да, но Швеция, сами понимаете, что это качество. Вот, вот, далее, то, что компания уже очень много лет на рынке. Это говорит о многом, потому что, знаете, компания приходит и уходит, а эта компания надежна. То есть здесь уже можно быть уверенным в завтрашнем дне. Вот. Ну, о том, что 17 зарплат в год, это, конечно, круто вообще, потому что у нас на любой наемной работе, да, есть только 12 зарплат, ну, где-то есть 13. 17, вот, а здесь 17, это вообще здорово, конечно, доход, когда он уже постоянно и стабильный, это вообще, конечно, жизнь, качество жизни меняется кардинально. Вот, и поэтому, и еще, самое главное для меня, почему я именно здесь, да, самое главное для меня, это то, что я могу сама распоряжаться своим временем. имея четверых детей, да, это для меня очень-очень важно, потому что я не хочу сейчас выходить опять на наемную работу, да, я по профессии юрист, и моя работа подразумевает, ну, круглосуточную работу, можно сказать, да, то есть если я сейчас выйду на наемную работу, я просто не увижу как раз тот мой младший дед, а я этого не хочу. Поэтому я, у меня есть еще время, чтобы построить свой бизнес, да, не напрягаясь, вот, и уже не выходить на работу. Это круто, это здорово, я думаю, что это актуально для многих, потому что быть со своей семьей и распоряжаться своим временем по своему усмотрению, это, наверное, самое главное. Поэтому, ребята, те, кто еще, ну, как бы в компанию, кто в компании, но еще не до конца принял решение, да, быть или не быть, есть сомнения, бывает такое, что люди приходят, но еще сомневаются. Я вам хочу сказать, что не сомневайтесь, а стройте, стройте свой бизнес. Да, конечно, нужно попотеть, нужно поработать, не все будет получаться, не ошибается тот, кто ничего не делает, да, вот, но если вы будете двигаться, вы обязательно придете к цели. Это 100%, в любом случае, вы вырастете здесь, в любом случае. То есть, если вы будете действовать, то вы вырастете в любом случае. Обязательно, обязательно, помогут обязательно спонсоры. То есть, вы будете расти и будут помогать спонсорам. Вот в этом, это очень здорово. Здесь командная работа, это круто. Понимаете, здесь нет конкурентов, здесь есть только партнеры, здесь есть люди, которые вам помогают во всем. И это круто. В обычном бизнесе вы такого не встретите. В обычном бизнесе есть конкуренты, которые не хотят вашего роста. А здесь все спят и видят, как говорится, о том, чтобы вы выросли. Все, всем выгодно, все заинтересованы в вашем росте и в вашем развитии. Поэтому, ребят, если вы уже пришли сюда, то уже начинайте действовать, если вы еще этого не начали делать. И знайте, что вы обязательно придете к цели. Единственное, это сроки, когда вы к ним придете. Но это зависит от вас сами. У меня на сегодня все. Если есть вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу на них. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо, что вы были сегодня со мной. Спасибо большое за пожелания. вам тоже всего доброго, всего хорошего. Пейте wellness, заряжайтесь позитивной энергией и оставайтесь всегда-всегда в хорошем настроении. Спасибо вам большое. Пока-пока. До новых встреч, ребята. Вот даже Матвейка вам говорит пока. Удачи всем. А сейчас, сейчас, ребят, не расходитесь. Сейчас у нас, как всегда, по средам, семинар по красоте. Девчонки из команды Анны Салимовой будут вам рассказывать о том, как становиться красивее, моложе и здоровее. Всем пока. Рада была вас всех видеть. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok